Настолько все красивые. Вон, видите, какие прямо глазки выведены. Все это девочки. На ферме семьи Андреевых сегодня тысяча голов перепелок четырех пород. А начиналось все с простого увлечения. Глава семейства завел дома трех перепелок и петуха. Стал наблюдать за птицами в домашних условиях. Тогда он впервые задумался серьезно заниматься разведением этой птицы. Все случилось летом 2021 года. Лицо взяли в количестве полторы тысячи для первого выводка. Мы вывели первую партию яиц. Сделали брудеры для них, для малышей. До достижения двухнедельного возраста они у нас сидят в брудере. Затем мы переносим их в клетки, где они подрастают. И через 40 дней мы уже получаем первое яйцо. Ну и такого нет у нас в городе? Такого у нас в городе нет. Диетическое мясо и домашние яйца теперь не проблема для семьи Андреевых. В простом контейнере разместилась настоящая перепелинная ферма. Мы будем выходить, искать какие-то каналы, что снабжать какие-то, может быть, мелкие начнем магазины. Ну, в дальнейшем, конечно, мы хотим и КФХ открыть. Алексей и Любовь Андреевы работают пока на вахте. В хозяйстве помогает мама. Несмотря на свои скромные размеры, перепелки – отличные несушки. Ежедневно в хозяйстве 300 яиц. Сейчас вот они на откорме. Вот я им сыплю, чтобы у них постоянно был корм. А когда уже она, вот эти, несутся, их нельзя наоборот много кормить. Они тогда жиреют и начинают плохо нестись. Перепелок очень удобно и легко разводить. За полгода у Андреевых уже пятый выводок в инкубаторе. Сложность лишь в оборудовании. Никто для перепелок, вот сколько мы искали, никто не придумал кормушки для перепелок. Пришлось самой, так как корм дорогой. Ты куда? Это побег. Побег? Пешушенка, да. Вот. Кормушки глубокие, они туда залазят. Вот пришлось, может, кому пригодится для перепелок. Вот нитка перетянула и все, они туда только головы пропехивают. Взяли попробовать заводскую, тоже не пошла. Доделали, переделали, но все равно не то. Пыль, пух летит. Как бы в планах избавиться от него вообще. В планах сейчас, получается, другие клетки переделываем. У нас уже в процессе есть. Мы пойдем глухие, только спереди, открыто для того, чтобы кормление и боковыми поюбками. Ну, то есть потихоньку что-то делаем на ваше какие-то для себя, для удобства и простоты использования. Перепелиные яйца пользуются популярностью у жителей Тары. Продукция не залеживается у фермеров. Поэтому в планах не только увеличение поголовья перепелок до 10 тысяч, но и разведение страусов. Но это уже другая история. Анастасия Копейкина, Александр Харченко, Тартовая. Анастасия Копейкина, Александр Харченко, Тартовая.